Друзья, всем привет! 30 октября, у микрофона Евгений Паташов, компания FxFotTrader. В очередной раз будем все это дело смотреть в записи. Вроде бы под шум волн это хорошо, но под шум стучащих всяких молоточков местных не очень хорошо. Ребята тут расстраиваются, строятся каждый день, тут толпы все новые и новые прибывают. И поэтому с самого утра у них идет активная работа со стуканием всего на свете. Но по-другому никак, хотя бы интернет здесь более-менее нормальный. Поэтому давайте быстренько пробежимся по основным инструментам, смотрим зоны, опционы, объемы. Также нас интересуют данные против толпы и техническая составляющая рынка. Суммарно все это дело мы называем комплексной аналитикой. Прогнозов тут нет. Мы с вами не относимся к уровню непонятных людей, которые считают, что можно предсказать рынок и называют свои идеи прогнозами. Ничего мы здесь не прогнозируем. Готовы абсолютно к любому движению, хоть к падению, хоть к росту. Но при выполнении определенных условий, опять же, за которые мы не можем быть уверены. Вообще в рынке ни в чем и никогда нельзя быть уверены. Смотрим, идет инструмент по нашему плану, есть соответствующее соотношение стоп-акта и попытаемся работать. Что-то нас не устраивает, пропускаем инструменты и ничего не делаем. Давайте изначально пробежимся по моим сделкам открытым и по отложенным лимиткам. Для того, чтобы потом можно было про это дело говорить, значит, селл-лимит продолжает у меня находиться и стоять по еврику. Здесь ничего не поменялось. Далее по фунту висит сделка селловская, открытая давным-давно. Часть закрыли, вторая продолжает висеть. Ничего здесь в рамках вот этого внутридневного импульса не меняется. В рамках среднесрока лично я не работаю, хотя основная идея по среднесроку, как мы посмотрим чуть позже, будет именно на покупку данного инструмента. Австрал, лично у меня нет ничего абсолютно. Абсолютно новозеландский доллар, лимитная позиция продолжает у меня находиться приблизительно тут по котировке 63.90 плюс-минус несколько пунктов, работая просто по тренду, пытаясь поймать соотношения хотя бы чуть больше, чем один к одному. Доллар канадец, лично у меня ничего. Доллар иена продолжает висеть. Покупка открытая 23 октября, две части мы уже закрыли, третья часть с короткой, ну тут до тейка мы единожды не дошли, 6 пунктов всего, но чем закончится, тем и закончится. Покупка висит. Швейцарец, открытые позиции на продажу, работаем вот по этому тренду, поэтому здесь все открыто, ничего не меняется. И больше у меня сделок на памп-счетах нету, а на инвестиционных счетах еще висит бренд на покупку. Больше нет ничего. Теперь смотрим, что у нас в общем происходит по зонам. Евро среднесрочный шорт, фунт среднесрочный лонг, Австрал среднесрочный лонг, Новозел среднесрочный шорт, Вена пока среднесрочный лонг, Канада пока среднесрочный шорт, Швейцарец среднесрочный шорт, Золото среднесрочный шорт, нефть марки WTI, ну и бренд соответственно, Лонг, СНП в лонг, Серебро в лонг, натуральный газ в лонг, внутридневное, здесь есть сигнальчик шорт. Кстати, я не посмотрел, по-моему это крутой сигнальчик. Посмотрим чуть попозже, есть ли там удержание или нет, недельная контрольная зона, на первый взгляд вроде бы все есть. Вот по этим направлениям будем пытаться работать, да, по сегодняшнему дню. Ну и теперь давайте смотреть, что нам помогает, что не помогает. Евро. Инструмент, на который максимально пристальное внимание, буду уделять сегодня лично я. Если бы, да, нам мог находиться за компьютером, я бы прям сидел, ждал паттерн. Ребята, есть уникальная возможность поработать с очень коротким стопом и хорошим соотношением. То есть здесь, опять же, мы не говорим о том, что инструмент пойдет вниз, но пока вероятность того, что мы сходим вниз, значительно выше, чем вероятность того, что мы пойдем вверх. У нас есть две цели. Это обновление локальных минимумов 1.10.73 и тест недельной зоны 1.10.27. Обращаем внимание на максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции. Вот оно повыше на зоне, где-то золотая одна вторая. У меня там стоит лимитка. Обращаем внимание на вот эти скопления объемов. Это недостаток действительно, да, поэтому исходя из скопления объема всего контракта, риски несколько уменьшаем. Далее, уровень депок на всем том движении, который мы сейчас считаем предполагаемой коррекцией к всему среднесрочному падению. Уже перетек наверх. В принципе, весь вот этот диапазон можно выделить за условный контрольный минимум, ну или контрольную такую проторговку. Ложничок наверх. А зачем нам нужен этот самый ложничок наверх? Мы можем увидеть по толпе. Обратите внимание, что именно здесь у нас находятся стопы как в максимальном значении, так и в чистом значении. И вынос этих стопов очень высоковероятен. Затем перебиваем вот эту всю контрольную проторговку. Учитывая небольшой, но все равно набор покупателей на протяжении последних 5-6 торговых дней на коррекционном откате, я бы с удовольствием зашел в сделку на продажу с идеальнейшим соотношением. Если посмотреть и войти приблизительно по той котировке, где мы находимся сейчас, 1.11.08, со стопом 15 где-то пунктов, до первой цели 1 к 2 есть, это хорошо, до второй цели 1 к 5, 1 к 5 есть, это тоже очень-очень хорошо. Все, больше тут нечего говорить. Реально, недостатков не так уж и много. Граница рынка с точки зрения псалонов также нам помогает. То есть, вот недостаток. Посмотрите, где у нас находится максимальное скопление объема всего контракта. Поэтому большую часть, процентов 60-70, можно закрыть на обновление минимумов. То есть, забрать ту самую сделочку, где чуть больше соотношения, чем 1 к 2. Ну, а дальше останется там четверть сделки, треть сделки, у кого как, в зависимости от того, сколько вы закроете на первом тейке, тащить все это удовольствие до недельной контрольной зоны. Вот такая идея по евро. И это реально одна из самых сильных идей на сегодняшний день. Давно у меня по евро не было сигналов. Как вы помните, вообще при торговле вот на этом помсчете у меня ни одной сделки по евро нет за последние несколько месяцев. Так бывает. Ну, потому что идей каждый день, 2-3 штуки мы с вами реализовываем, ну, вернее, накидываем. А реализация этих идей не всегда у нас происходит. Ну, не всегда есть шанс. Все, еврика жду. Ну, отмена сценариев, естественно, после закрепа выше, чем зона 1-2. Если уйдем, там уже будем думать, что делать. Скорее всего, ничего делать не будем, потому что опционы очень сильно мешают. Бежим далее. Фунт против американского доллара. Как вы видели, сделка висит. Вот эта продажа, часть закрыли. Она висит. По ней ничего нового говорит. Не будем, потому что про нее было уже очень-очень много сказано. Но на покупку, в принципе, тоже очень много сказано. И ничего не поменялось. Для тех, у кого чешутся ручки, вот этот паттерн 1-2-3 совсем слабый, так как уровень депок был выше. Как только вот здесь мы ушли чуть выше уровня депок, вероятность отработки на откате входа в позицию... Будь здорово, Женька. Спасибо. Так вот, извиняюсь. То хотя бы на такое же расстояние, насколько мы уходили ниже. А тут самым классным моментом будет, конечно же, перебитие вот этих локальных максимумов. И тогда уже будет полное формирование вот такого глобального паттерна ложный пробой. И на откате входить сделку на покупку. То есть новые сделки, если и совершать какие-то, то это только на покупку после перебития 1-29-49. И затем на откате к уровню депок входим в позицию на покупку. Целями у нас здесь будет являться обновление максимумов 1-30-176 и тест недельки 1-31-64. Толпа в этот же самый момент нам говорит о том, что нефиг лезть на покупку, потому что уже трое суток у нас активно ребята набирают покупки. И высока вероятность того, что произойдет смена тенденции. В рамках вот этого момента я продолжаю. Поэтому именно удерживать сделки, открытые у нас на продажу 24 октября. Поэтому, если входите на покупку, риски, ну просто там в 2 раза мы обрезаем по той самой причине, что пока еще нет четкого паттерна. И там у нас удержание вот этой недельки идет. И еще в 2 раза урезаем по той самой причине, что толпа набирается в покупку. То есть четверть риска можно купить еще раз после перебития вот этих максимумов. Все остальное вне рынка. Далее бежим. Австралийский доллар против американского доллара. Делать по данному инструменту не хочется абсолютно ничего. Связано это с тем, что мы находимся за границами убытков с точки зрения опционного анализа. И уже достаточно долго, начиная приблизительно с 14-15 октября, я жду того, чтобы у нас произошла смена тенденции. Мы могли полноценно поработать на продажу. Понятно, полноценно поработать уже тоже 100% не получится, потому что у нас есть долгосрочная тенденция в лонг. Но, по крайней мере, если у нас будет средний срок в шорт, плюс граница рынка, плюс там объемчики ничем мешать не будут, я зайду в эту сделку на продажу. Я рекомендовать не буду ничего. Сам входить никуда не буду. Для тех, кто полностью привержен с работой по трендовой методике, не обращает внимания на какие сигналы контртренда, коим здесь является именно граница рынка, для тех, конечно же, вот эту проторговку, вот таким образом, мы должны были использовать для входа в сделку на покупку. Об этом говорилось скринами вчера, об этом говорилось в обзорах вчера. Кто смог здесь каким-то образом зацепиться, ну, ребят, сидите, для меня это очень опасно. Целями у нас является здесь, понятно, пока в рамках среднесрока 68-84, это обновление максимумов, и 69-19 это тест недельной контрольной зоны. Я для себя жду смены тенденции. Больше ничего говорить здесь не буду, за исключением того, что по толпе тут что-то ничего непонятно мне толком. На первый взгляд, вроде бы тут набирались, тут не набирались. Я для себя упускаю этот момент. Новозеландский доллар. У меня висит лимитная позиция. Опять же, мы это дело видели. Почему она висит выше? Потому что тупо пытаюсь работать по тренду, для того, чтобы получить хоть какое-то соотношение стоп сюда-тейк сюда. Здесь, поэтому, несмотря на то, что вроде бы четверть так круто удержала, отбили, ушли ниже депок, откат. Вот, по идее, точка входа, да, вчера у нас была. Кто зашел, сидим. Да, это опасная точка входа. Ну, опасная для меня, потому что я по тренду работаю, у меня стоп некуда. Паттерна здесь нет, да, как такового. Но, опять же, что сказать. То есть, вот этот диапазон, это диапазон на продажу. Сильно ничего не мешает. Риски не могу сейчас прям подробно все эти инструменты анализировать. Но, тем не менее, обновление минимумов, это с недельной контрольной зоны. Вероятность этого чуть выше, чем вероятность того, что мы уйдем выше зоны 1-2 и закрепимся там. Любые проторговки, любые наличия паттернов, свечные модели, вливания, рыночные, там, кластерные, любые вливания можно использовать для того, чтобы зайти здесь в шорт по данному инструменту. Цели. Давайте озвучим эти цели. 63,346, 63,176. Вот такая вот широкая проторговка. Мне не нравится. Не хочу ничего больше говорить по этому инструменту. Непонятно ему. Далее смотрим. Далее, далее, далее. Так. Ветерок утренний задул. Что-то меня тут протащило. Так, иена. Опять же, только висит. Нового. Ничего явного пока не происходит. Ничего не рекомендуем. Кто заходил вместе со мной, продолжаем сидеть в этих сделках. Кто не заходил. Есть вариант работать просто лимитной позицией. Buy limit от зоны 1,4. Стоп за локальный минимум. Тейки обновления максимумов. Тест недельной контрольной зоны золотого цвета. Плюс можно сразу ставить дальний тест. Ой, дальний тейк на недельную контрольную зону серого цвета. Котировка этой самой зоны. У нас нижняя граница 110,154. Наличие паттерна здесь позволит вам еще более точно, более качественно зайти. Объемчики среднесрочного роста не мешают. Наоборот, даже помогают. И объемы всего контракта также помогают. Поэтому коротко накидаем вот такую идею работать по паттерну. Что-то подобное. При перетекании депок почему нет. Ну и просто тест. Стоп сюда. Поход наверху. Ничего не поменялось. Толпу давайте глянем. Так, потолбим ничего. Абсолютно напрашивается тест четвертейный. Вот это хорошо. Вот это конечно хорошо. Вот эти вот стопики. Вот эти стопики. Вот эти прибыльные участники рынка. Это такие как я, да? Я же здесь тоже зашел. То есть это моя часть. Это мои позиции получается. Все, короче. Ену пытаемся лонгануть при наличии при проявлении паттерна. Либо если делать нечего, просто бросайте лимитку и уходите. Далее смотрим. Канада. Ничего не буду говорить. Вспоминайте все то, о чем говорил. 17, 18, 21, да и вплоть до сегодняшнего дня. Граница рынка ужасная. Далеко ушли в убытки. Ждем смены тенденции. Смену тенденции только через зону 1, 2. Потому что у нас не удержана вот эта золотая НКЗ. Как только это произойдет, так у нас появятся какие-то планы. Пока этого не происходит. Не важно куда полетит инструмент. Не важно что тут будет рисоваться. Паттерна, не паттерна. Вроде бы. Но опять же, для кого чешутся ручки. Смотрите. Депок перетек. Вот вам расторговка. Все то, что говорил про евро. В принципе, на четвертине с перетеканием депок. От объемчиков каких-то. Можно здесь реализовать. Но это очень опасно. Просто очень опасно граница рынка здесь. Самое классное будет вот такой уход наверх. И потом пойти туда поработать. На покупку данного инструмента. Далее. 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 Швейцарец. Это второй инструмент, по которому. Смотрите. И евро, и швейцарец у меня в шок. И там, и там. То есть по швейцарцу уже есть реальная сделка. По еврику выставлена реальная. Лимитная позиция. У нас вчера произошло перетекание депок, про который мы говорили. То есть 1, 2, 3. Вот этот отфильтрован. Вот она точка входа. Это тот самый уровень депок, который на всей предполагаемой коррекции. Если вы сюда жмякните свою сделку. Селлимит. Если вы не вошли вместе со мной. Вот с таким стопом. То 99, давайте еще раз. 46, со стопом 99,69. Либо от жадности вашей зависит 99,64. Можно заходить в эту позицию. Недостатки. Это вот эти нижние скопления объемов. Поэтому большую часть сделки можно закрыть здесь. А раскидать дальних 2 тейка на обновление локального минимума. И на тест недельной контрольной зоны. Котировочка 67,943. Вот так. Давайте мы их обозначим. Вот смотрите в цели. Вот по этим целям можно работать. Отмена сценариев на продажу после закрепа выше зоны 1,2. Сделки у меня висят. Толпу не смотрим. В принципе больше ничего интересного. Золото. Вчера кто-то писал в комментариях, что видят голову плечи. Я и так и кряк, и боком, и по-всякому не нашел. Здесь у нас идет среднесрочная шарфовая тенденция. Отбитие от вот такого искусственного уровня. Про который мы также вчера говорили. По-любому здесь смотрим только тест зоны 1,4. Выше нам не рекомендуется уходить. Потому что есть очень интересное скопление объемов. Вот здесь. Поэтому тест зоны 1,4. Формирование паттерна и поход инструмента вниз. Это единственный сценарий, по которому мы будем работать. Получается нам осталось дождаться только самого формирования паттерна. И уже смотреть как у нас там будут происходить перетекания депок на этой предполагаемой коррекции. Если это происходит, от четверти мы пытаемся работать на продажу. Больше точно так же мы здесь ничего говорить не будем. Изобретать велосипед не будем. Появится это входим, не появится, не входим. Нефть марки WTI. Я Ус-Люкс, ребят. Я про это говорил. Я усилился. Усилю инвестиционные, длительные позиции. Здесь у меня есть новая точка входа. Идеи были после вот такой проторговочки. Что-то подобное усиливаться. Я просто из далекого, опять же, в самый дальний момент. Граница рынка. Вариант зайти в позицию. Причем мы рассматривали с вами и вот такой вариант вчера. И тоже те, кто зашли с таким стопом, сидим. Вариантов нет. Идея объективно обоснованная. У нас вероятность получения вот этого тейка в 224 пункта гораздо больше, чем вероятность получения вот этого стопа в 224 пункта. Учитывая, что есть у нас брокеры с положительным свопом по нефти, можно заходить в эту сделку. Риск небольшой, так как соотношение один к одному. И сидим. Все, спокойно сидим на инвестиционных счетах. Точно так же сижу. Буду фиксировать, может быть, уже частично тейки при подходе к недельке. Часть зафиксирую. Остальное без убыток. Буду сидеть дальше на 60 по WTI. И какая в этот момент будет котировка у нас бренда, там буду закрывать брон. Если не зашли в позицию, ну смотрите, хотя бы 123, вот здесь 123, дождаться, так же можно зайти в позицию. Возможно, все это дело будет вот такой ложный пробой глобальный, тоже, если это будет, заходим в позицию. Входить просто прям тут, здесь и сейчас вот с таким стопом. Бред, бред сивой кобылы. Абсолютно неинтересно, абсолютно нелогично, абсолютно статистически не выверено. Потому что это просто-напросто вход вот по такой статистике. Вероятность перехода сюда 70% пока сейчас. А вот чтобы мы входили и статистическая вероятность того, что мы получим, что было меньше, ну ждите вот этих паттернов. Либо 123, как я сказал, либо ложный пробой. Больше по нефти тоже ничего сказать не могу. СНП. СНП. Ну опять же, лимиткой вчера можно было входить. Кто вошел, молодцы. Так, что-то у меня сдвиг какой-то. Ну я сейчас, ребят, даже все это дело не проверяю. Опять же, очень агрессивный вход со стопом 30 пунктов прямо с текущих можно совершить. Тейк 31, ой, 131. Откуда? Это вот попытки расторговать вот такой тренд. Да? Вероятность прихода сюда 30%, вероятность прихода сюда 70%. Так как сам стоп очень короткий, я так делать не буду. Следить невозможно. Что там будет дальше, как там будет дальше, я не знаю. Поэтому пока сделаю вот такую идею для вас. Вот мы пошли. Если здесь сейчас рисуем паттерн, по паттерну можно будет входить в позицию на покупку по данному инструменту. Целями являются здесь понятно обновление локальных максимумов и дальняя цель неделька. 3046.4, 3054.7. Граница рынка по опционам у нас далеко ушла. Это помогает нам. Объемчики снизу, все снизу. Почему бы нет? Продолжаем работать. Серебро. Интересный момент, ребят. Прям хотел вчера очень скинуть сделочку по серебру. Опять же, вот этот момент мы пропустили. Те, кто зашел, продолжаем сидеть. Ничего не поменялось. Это ваш дальний тейк профит. А вот те, кто не зашли, пытаемся вот такую ситуацию сейчас расторговать. Вот здесь есть интересная проторговочка такая, отфильтрованная. Кто уже вошел от уровня депо, сидим. Вот он ваш стоп. Вот она ваша строчка входа. Вот ваш тейк 1. Вот ваш тейк 2. Риски. Удержание недельной контрольной зоны. Кирдык. Риски пополам. Больше нас здесь ничего не держит. Те, кто не зашли в позицию, хотят более надежно. Дождитесь перебития вот этих максимумов. Уходим наверх. Вот это ваша точка входа. Все. Это еще более надежный вход с тем же самым стопом, с тем же самым тейк профитом. И здесь точно так же тейк профит. Риски. Опять же, из-за удержания данной недельки оставляем точно такими же. Последний инструмент натуральный газ. Говорю, что посмотрю на него пристально. Да, удержание у нас есть, ребята. Удержание недельной контрольной зоны. Интересный вариант. Бросить сюда позицию селлимит. Селлимит. Вот сюда бросить стоп-лосс. Вот сюда бросить тейк профит. И вот сюда бросить тейк профит 2. И вот сюда бросить тейк профит 3. Это контртренд. Изначально заходим с самыми копеечными объемами. В настоящий момент четвертинка у нас 2.696. И стоп вы должны будете поставить за котировку 2.725. С учетом форварда. Вот как она изменилась. Ну и тейки, соответственно, вот сюда вы поставите. Все, ребята. Постарался побыстрее, дабы и вы не слушали все эти звуки. И воды не лил сильно много. Всем поменьше стопов. Всем максимум прибыли, максимум профитов. С вами был Евгений Каташов. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok